Это студентки Института архитектуры и дизайна. Здесь выставлены их проекты, их однокурсников, выпускников института, смелые решения для города и на экспорт. Вот здесь на примере, хотя и России, но показан принцип агрофермы. Что значит агроферма? Это значит, что мы все поля, которые могли бы иметь большую площадь, мы размещаем вот в такой конструкции. Существует очень много конкурсов, где разрабатываются эти темы, и они международные. Ну и вот в частности мы тоже примкнули к этому движению. Собраны работы разнонаправленные. Заводы, пространство для отдыха, благоустройства, исторических памятников. Последнее, как говорят преподаватели одаренных студентов, для Барнаула особенно важно. Я вот только что приехала из Иркутска и посмотрела, как там относятся к истории, с какой любовью, и как у нас сносятся такие же чудесные здания. И может быть вот как раз историческую бы часть. То, что осталось хотя бы сохранить, тоже с нашей же, может быть, помощью, мы тоже готовы везде участвовать, помогать. Но барнаульские архитекторы уверены, что помочь нужно и объектам будущего. Город застраивается типовыми коробками. Застройщики, впрочем, как и государство, при строительстве гособъектов на эксперименты не идут. Стоимость квадратного метра, общая площадь, должна не превышать какой-то суммы. Это очень серьезный фактор, конечно, который влияет на, естественно, и на архитектуру, потому что при определенных стоимостях, кроме коробки какой-то, с керамогранитом, сундука такого вот, ничего сделать нельзя. Это, конечно, приводит к однообразию архитектуры и застройки. И это все очень среда очень сильно обедняется. Она становится однообразной, неинтересной. Даже будет видимо это иногда. Просто что архитектор развлекается, разкрашивая вот эти чертиловейники. Последний эксперимент именно архитектурный. Новостройка, близкая по стилю к сталинскому ампиру, она строится в центре города. Это жилье считается элитным, ведь игра в разнообразие форм выливается в конечную стоимость квартир. В крае на это не готовы, разве что молодые архитекторы в своих макетах. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.